Как в Советском Союзе говорили, я в какую-нибудь профессию пойду, пусть меня научат. Для этого были УПК, учебно-производственные комбинаты, которые готовили специалистов в той или иной области. Вот как сейчас с этим справиться? Давайте поговорим с Елизаветой Писер. Она профориентолог, человек, который все знает о том, как построить карьеру. Доброе утро! Доброе утро! О, как Елизавета, хорошо слышно, видно, мы так рады этому, а то не всегда бывает техническая возможность, но нагрузка на интернет-сети у всех. Елизавета, скажите, профориентолог, чем вы конкретно помогаете? Вот приходит к вам школьник 11 класса, ну или 9, верно, да, и говорит, я вот, ну вроде везде мне интересно, вот все хочу. А как выбрать? В чем ваша миссия? В чем миссия профориентолога, да? Ну начнем с того, что я не только профориентолог, но и карьерный консультант, поэтому я знаю проблемы, с которыми сталкиваются люди уже после того, как они сделали какой-то выбор, сделали его правильно, неправильно. Тем не менее, дальше еще в пути они встретят много сложностей, которые нужно будет решать. Так вот, на первом этапе, на сегодняшний момент вообще, в чем суть, да, работы, наверное, профориентолога, профориентатора? В том, чтобы минимизировать затраты, расходы родителей как раз на поиск, на ошибочные выборы и как раз сделать так, чтобы меньшим количеством усилий ребенок смог определить, что же ему нравится и в чем он будет наиболее эффективен. Потому что, если раньше, да, вы правильно говорите, было УПК, и оно отчасти решало эту задачу, но и выбор профессии был очень маленький, и выбор у детей был очень маленький. Часто университет, да, это был местный университет в своем регионе, там, 10 наименований специальностей и так далее. Сегодня мы говорим о том, что на рынке там более 100 специальностей, которые в ходу, и выбрать из них, а к чему же я подхожу, если школа эту функцию не выполняет ребенку, бывает одному очень сложно. И родители в этом вопросе часто сегодня уже помочь не могут. Да, а вот на что, Елизавета, современные школьники опираются? Все-таки на свои какие-то, ну, интенсивные и нравится-не нравится? Или они приводят доводы, там, хорошей зарплаты, карьерного роста, там, не знаю, какого-то переезда, например, возможности командировок? То есть что для них ценнее сейчас? Чтобы я ходил и любил эту работу, потому что мне интересно? Или все-таки больше, ну, материальные и финансовые какие-то у них, скажем так, преобладают ориентиры? Ну, здесь тоже очень сильно отличается и многое зависит от семьи. Ну, то есть вот от тех основ базовых, которые заложены, от ценностей, которые заложены в семье. То есть если, допустим, ребенок понимает, что в семье культ денег, да, ну, или вот это какой-то важный очень элемент, понятно, что он важен для всех, и нельзя сказать, что мы все готовы, там, работать бесплатно или это не имеет значения. Но для кого-то это, допустим, на втором, на третьем месте по актуальности, по значимости в выборе. И главное, чтобы было интересно, чтобы чувствовать свое призвание в этом. Ну, и пользу людям приносить. Ну, допустим, для кого-то важно помогать людям, допустим, они хотят чувствовать социальную миссию. Но для многих, в сегодняшнем моменте, особенно вот в этой ситуации, с которой мы сейчас столкнулись, очень многие говорят о том, что мне важно, чтобы эта зарплата была актуальная на рынке труда на ближайшее время, чтобы она была конкурентоспособная и чтобы она была достаточно высокая. И чтобы эта профессия не провалилась там через 5-10 лет, ну, чтобы она не ушла с рынка труда. Существовала, да? Скажите, ну, это все понятно, все хорошо. Хорошо. А если не удастся поступить в ВУЗ именно на эту профессию, что дальше тогда делать? Ну, во-первых, мы никогда не выбираем один вариант. Это тоже нужно понимать. Потому что с одним и тем же набором компетенций или талантов, или способностей всегда есть ведущая, да, какая-то профессия или специальность, которая вот это мой идеальный вариант, я бы туда хотел. Но там бывают очень высокие баллы по ЕГЭ. Или бывает, что нет бесплатных мест. Или этот университет далеко, и родители не могут содержать там ребенка. Ну, то есть такой вариант тоже возможен. Ну, да, переезда, да. Поэтому мы рассматриваем страховочные варианты, которые, даже если ты на них отучишься, в принципе, претендовать вот на то рабочее место свое идеальное, ты можешь. Там, добрав какие-то дополнительные опции, там, повышениями квалификации, или просто стажируясь в этой опыте. Да, то есть мы никогда не, как сказать, не раскладываем яйца в одну корзину, да, мы всегда понимаем, что нужны запасные варианты. Если ты туда не проходишь по конкурсу, тогда куда? И это минимум 3-5 вариантов, которые мы обсуждаем с ребенком и с родителями. Елизавета, знаете, мне вот интересен сам механизм того, как вы вытягиваете из выпускника вот эту информацию, кем он хочет стать. А именно определенность. Да, все же, ну, 99% не понимают, кем они хотят быть. Да, хотят хорошую работу, да, хотят хорошую зарплату. Всего-всего-всего хотят. А вот кем конкретно, как вытянуть из него вот это вот зерно? Ну, смотрите, есть вариант рот и есть вариант длинный. Если идти по длинному варианту, то это тренинги и консультации индивидуальные, то есть на которых я даю практические задания, которые ребенок делает, выполняет дома или выполняет вместе со мной, где мы сидим и разбираемся. И пройдя там 4-5 этапов, ну, у всех по-разному, начинает вырисовываться определенная картинка. И на каждом этапе мы обсуждаем, как бы я даю ребенку обратную связь, он говорит мне, насколько это откликается. Это если, ну, как сказать, есть время, есть возможность, есть возможность пройти тренинг. Конечно, он дает более глубокую, наверное, аналитику, лучшие результаты. Но сегодня очень многие говорят о том, что времени нет там в долгую, да, вот процесс этот проходить, и хотят быстрого результата. Быстрый результат – это тестирование. Но, конечно же, оно не дает на 100%. Это поверхностное, мне кажется, да, самое? Да, оно не настолько поверхностное, но есть дети, которые хотят его обхитрить, допустим, и ответить вот социально приемлемым вариантом, чтобы родителям понравилось. Вот. И это, опять же, а в чем смысл? Ты обманываешь сам себя. Но тот тест, которым я пользуюсь, это сертифицированная методика. По ней работают мои московские коллеги. Она прошла все подтверждение, как бы, что эта методика валидна. Там есть специальная шкала, которая сразу говорит, ребенок соврал. И, опять же, тогда мы этот тест, да, не берем во внимание и начинаем обсуждать каждый элемент. И по каждому пункту этого тестирования уже, ну, как бы сказать, разбираем его вручную, что я назвала. Скажите, я вот… Мы оцениваем ценности, способности. Для родителей дорого обратиться к такому специалисту, чтобы ребенка своего на нужную дорожку-то привезти? Ну, смотрите, здесь, если говорить вообще о рынке, да, профориентаторов, о тех услугах, которые сегодня предоставлены. Есть, допустим, бесплатный доступ к тестированию, но без консультации специалиста, без обратной связи. Это стоит в пределах, там, тысячи рублей. Есть вообще абсолютно бесплатные ресурсы в интернете. Сегодня их тоже много, но у многих из них не проверено качество этого, как бы, ресурса, да, и той аналитики, которая вылезает. Да, достоверность, получается. Да, достоверность под сомнением. И тот формат, в котором выдают результат, он часто бывает непонятен. То есть, если ты не профессионал в этой области, ты не поймешь, что с этими результатами делать. Как в показателях разобраться, да? Да, у меня был мальчик-клиент, который пришел ко мне через год после того, как он прошел тестирование в одном из университетов, и ему просто выдали документ, бумажку, где на профессиональном языке написано, к чему у него склонности. И он с этой бумажкой год жил и вообще не понимал, что ему делать. Но и когда через год он уже пришел ко мне и прошел там тестирование, мы разобрались, и я ему по каждому пункту его прошлого тестирования тоже дала точки соприкосновения с результатами нынешних. Но вообще качественное тестирование сегодня с обратной связью профессионала стоит в пределах от 3 до 5 тысяч рублей. То есть вот на эту сумму нужно рассчитывать. Подскажите, а вот... Если учитывать... Ага, ну давайте сначала... Многие просто родители говорят о том, что это дорого и бессмысленно на каком-то там начальном этапе вкладывать. А я всегда говорю о том, что вот это та сумма, с помощью которой вы сэкономите затраты, которые бы могли понести неэффективные там 600-700 тысяч рублей за годы обучения. Скупой платит дважды, да, или там теряет время, смотря что считать, валютой. Ну, а вот если поговорить о том, как иногда родители настаивают на том, чтобы дети продолжали их путь. Ведь это часто бывает там. Знаете, династийные истории не сразу складываются. Спортсменов, врачей там, гор на каких-то... Как вот в моей профессии. Ну, да, да, да. Вот родители хотели, чтобы я пошла по... Ну, и папа, естественно, по стопам его. Это было горное дело. Но я, как человек, ну, больше все-таки филологического, да, как гуманитарного склада ума, выбрала вот это. Хорошо, что отец меня понял. Ну, а вам приходится с родителями разговаривать, чтобы, ну, вот этот момент как-то, ну, избежать конфликта, наверное, скандала или обиды от родителей на детей? В общем, я резюмирую, мозги родителям вправляете, чтобы они ребенка не запутывали. Ну, да. Ну, смотрите, да, вот это очень хороший вопрос на самом деле. Потому что я знаю, ну, как бы, что некоторые консультанты работают только с детьми. Они им дали какую-то обратную связь, и ребенок с этим пошел к своим родителям. Он приходит, допустим, и говорит, вот что. Мне сказали, там, условно, быть журналистом. А мама такая нифига. А родители говорят, не мужская профессия, нечего делать. И поэтому я всегда, когда, ну, обычно, на самом деле, с профориентатором, с профориентологом договариваются родители. Ну, чаще всего. При этом многие из них сразу говорят о том, что, ну, вот нам кажется, что склонность у него вот к этому. Нам бы хотелось, чтобы он пошел вот туда-то. Я родителям всегда решаю задачу ребенка, а не родителя. Ну, то есть я ищу для ребенка, чтобы ему было в дальнейшем спортно работать. Если родители, как бы, здесь сомневаются на этом этапе, я объясняю им, почему это важно. И, ну, как бы, мой подход к работе, я всегда провожу несколько консультаций, там, с ребенком. Ну, от задачи зависит от одной, там, до пяти. И всегда провожу консультацию с родителями. Я им всегда даю обратную связь. И у меня была, ну, одна из таких встреч, наверное, самых запоминающихся, когда мы с родителями беседовали три часа. И я объясняла, почему их мальчик с абсолютно гуманитарным складом ума, причем с такими выдающимися талантами, не должен, наверное, идти все-таки в техническую сферу и как раз становиться инженером. А папа мальчика был уверен в том, что мужчина должен обязательно уметь что-то делать руками и освоить мужскую профессию. И я ему рассказывала маршрут, как он может зайти через гуманитарное образование в эти же самые крупные корпорации работать и сделать там карьеру другим путем. Но родители были впечатлены, на самом деле. Они сказали, вы у нас в семье убрали конфликт, который длился три года. Ого! Но на самом деле, да, стереотипы сильны, и воля родительская бывает очень сильна. Елизавета, давайте коротко в конце скажите, вот сейчас какие специальности больше всего востребованы у выпускников? Ну, так скажем, пять или топ-3. Топ-3, да. Ну, сегодня в основном, что востребовано? Это все, что связано с химией, это глубокая переработка материалов, это новые материалы, это полимеры и так далее. То есть все, что связано с технологиями будущего. Это система энергосбережения и, опять же, новые технологии выработки энергии. Это тоже тренд будущего. Эти профессии актуальны, но среди наших детей, ну, допустим, красноярских, пока не настолько востребованы. У нас все-таки эти технологии позднее приходят. У нас до сих пор популярен, очень популярен нефть и газ. Но нужно понимать, что эта профессия, ну, скоро будет все-таки уходить с рынка. Что еще? Все, что связано с медициной и все, что связано со старением. Это тоже один из трендов, на который сегодня я очень рада, что школьники сегодня начинают в эту сторону смотреть. Причем очень много детей достаточно осознанных, которые заранее начинают пробовать себя в этой профессии. И работают медицинскими волонтерами, социальными волонтерами и так далее. То есть они себя пробуют. Это не просто мечта, я хочу быть хирургом или я хочу быть геронтологом, допустим. Они заранее пробуют себя в этой сфере и понимают, что это мне подходит. Вот это, наверное, топ-3. Ну и все, что связано с диджитал, все, что связано с технологиями больших данных, автоматизация процессов, цифровизация. То есть вот это все тоже в тренде. Спасибо большое, Елизавета. Да, не берите пример с меня, как все в 90-е ломанулись в юристы и в менеджеры. И не осталось ни одного инженера в стране. А ты куда ломанулся? Ну, а я потом расскажу. Елизавета Пистер у нас была на прямой связи, профориентолог и карьерный консультант. Очень важная профессия. И порой еще модераторы и разрешатель семейных суких глубоких споров между поколениями. Спасибо вам большое, хорошего дня. Елизавета, вам огромное спасибо. Спасибо, и вам хорошего дня. До свидания. До свидания.